Президент Крыгызской Республики Садыр Джапаров сегодня 1 ноября поздравил сотрудников органов внутренних дел с Днем работника милиции Крыгызской Республики. Существует высказывание «Моя милиция меня бережет. Необходимо соответствовать данному пожеланию народа». Для того, чтобы быть достойным такого высокого мнения, от вас требуется честность, справедливость, профессионализм и трудолюбие. Обеспечение безопасности каждого гражданина и защита его прав всегда должна быть в центре внимания сотрудников милиции, отметил глава государства. Президент Крыгызской Республики В учете глава государства оставил памятную запись в книге почетных гостей. Председатель Кабинета Министров Аклбет Джапаров на выездном заседании Комитета по бюджету экономической и фискальной политике Джо Горкенеша Ваше заверил, что в связи с дефицитом бюджета сокращение размера социальных выплат не будет. Кроме того, в рамках заседания, проходившего в здании Ошского Горкенеша, были рассмотрены проблемы в бюджетах органов местного самоуправления в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях. В заседании приняли участие члены Комитета, представители Кабинета Министров в огне с председателем Аклбеком Джапаровым, его заместитель Бакат Туребаев, а также руководители органов местного самоуправления. Отвечая на вопросы депутатов, Аклбек Джапаров проинформировал, что в течение предстоящего года планируется построить 20 учебных учреждений, 24 школы, а также создать условия для жителей городов Ош и Бишкин. Председатель Кабинета Министров добавил, что в текущем году на развитие регуляционной системы были выделены средства в размере 1 миллиардов сомов. По итогам заседания принято решение о внесении изменений в бюджет текущего года с учетом предложений и замечаний депутатов. В селе Ахсу Чуйской области при пожаре в частном доме пострадал мужчина, сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций. По их данным, пожар произошел по адресу улицы Фрунзе, 60. Сгорело 60 квадратных метров, времянки и предметы быта. Кроме того, при пожаре гражданин 1983 года рождения получил ожоги второй степени. Он был доставлен сотрудниками скорой медицинской помощи в районную больницу, говорится в сообщении. В настоящее время причины пожара уточняются. Завтра, 2 ноября, в 14.00, состоится благотворительный показ спектакля в Русском театре драмы имени Ченга Зайтмата в честь Дня работника культуры Кыргызской Республики. Зрителям представят мелодраму «Любовь, замурованная в янтаре». Режиссером является Валерий Крайнов, автор Никола Макколев. Рекомендованный возраст для зрителей – плюс 14. Вход на мероприятие свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова